Здравствуйте! Во время нашего первого урока в дистанционном формате, первого урока по литературе вы не только смотрите видеозапись, но и работаете в тетрадях. Запишите, пожалуйста, тему занятия, которую вы видите сейчас на слайде, и в течение занятия необходимо вести записи основных положений этих лекций, это лекция основных тезисов, для того, чтобы наша работа была наиболее эффективной. Так как это запись, вы в любой момент можете остановиться, не спеша продолжить свои заметки, а потом вернуться к просмотру. Герой романа советского писателя Виктора Кина «По ту сторону», написанного в 1928 году, читает «Преступление и наказание» и дает о нем краткий отзыв. «Боже мой!» – сказал он, «Сколько разговоров всего только из-за одной старухи». Действительно, в романе множество диалогов, разговоров об убийстве, но в старухе ли тут дело? Может быть, дело в том, о чем разговаривают герои? Ведь многие из них высказывают свои идеи, то есть говорят о собственных жизненных принципах, ценностях, отношении к миру и людям. Это разные идеи. На противоборстве идей строится философский сюжет романа. У каждого персонажа-идеолога есть свой голос. Взгляните на эти древние корни и подумайте, какое слово они образовали. Корень фон, звук и поле много. Конечно, это слово полифония, многозвучие. Вот это многоголосие в романе Достоевского и позволило одному из самых известных исследователей творчества писателя Михаилу Михайловичу Бухтину назвать преступление и наказание полифоническим романом. Так вот наша цель сегодня разобраться в системе образов героев, идеологов, героев, которые имеют свои голоса и попытаться понять, как устроен роман преступления и наказания. Давайте посмотрим на список конкретных задач и подумаем, какие из них станут первоочередными для изучения данной темы, а какие не имеют к ней прямого отношения. Первая задача – рассмотреть теорию Раскольникова и жизненные принципы героев, так или иначе связанных с ним. Второй момент – сопоставить идеи персонажей и найти по возможности точки соприкосновения. Третье – выяснить, что заставило Раскольникова признаться в содеянном. Четвертое – понять, как идеи, голоса героев-двойников влияют на процесс отказа Раскольникова от своей теории. И последнее – проанализировать роль снов героев и их значения для понимания жизненных устремлений персонажей. Конечно, наверное, это очевидно. Мы не будем сейчас задумываться, да и нет пока необходимости задумываться о том, что заставило Раскольникова признаться. Здесь множество факторов. Ну и сны героя тоже к этой теме, разумеется, прямого отношения не имеют. Давайте вначале поговорим об отношении главного героя к людям. Ведь его идея, его теория – это один из центров романа, смысловых центров романа. Раскольников обосновывает свое преступление идеями времени. Герой стремится испытать – тварь он дрожащая или великий человек. А убийство старухи – это своего рода проба. И теория Раскольникова основывается на признании относительности таких понятий, как добро и зло. Ведь для незначительного меньшинства, для избранников и гениев, эти обычные понятия о морали, о дозволенном и запретном, о границах свободы могут не иметь обязательного значения. Ведь необычные люди обладают привилегией, правом на преступление ради осуществления прогресса. Им все позволено ради той неизмеримо великой пользы, которую они своими действиями могут принести человечеству. Обычные же люди – лишь материал, служащий для воспроизведения себе подобных. Продолжим говорить о персонажах. Взгляните на портрет героя. И давайте прочитаем строки, которые можно считать его психологическим портретом. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности, и даже иногда наедине любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги. Они равняли его со всем, что было выше его. Думаю, вы, конечно, узнали героя. Это Пётр Петрович Лужин, богатый человек, юрист, предприниматель, приехавший в Петербург в надежде открыть своё дело и устроить успешную карьеру. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах Раскольников узнаёт о Лужине. Правильно думают те, кто вспомнил письмо матери главного героя. Именно там сообщалось, что его родная сестра Дуня выходит замуж, и партия сулит быть весьма неплохой. Вскоре происходит и реальная встреча. Лужин приходит к Раскольникову, чтобы познакомиться с будущим Шуриным. И именно тогда мы впервые слышим голос Лужина. Он открыто рассказывает собеседникам о своих жизненных принципах. Понять их несложно. Если каждый будет действовать, руководствуясь лишь сообщением, выражением собственной выгоды, если станет совершать поступки лишь в собственных интересах, то благополучных, преуспевающих граждан будет в обществе больше, что и обеспечит его, то есть общество, благоденствие. Теперь давайте вспомним, как Лужин был воспринят Раскольниковым и тем же Разумихиным, людьми, которые были в тот момент в комнате Раскольникова. Конечно, крайне негативно, с отвращением. Ведь поступки Лужина отражают его отношение к миру и людям. Это циничный, душевно низкий, подлый человек, движимый исключительно эгоизмом и стремлением обогатиться. Его самолюбие тешит мысль о скорой женитьбе на прекрасной, красивой, образованной девушке, с помощью которой он планирует, как он сам выражается, весьма и весьма много выиграть в Петербурге. При этом для Лужина важно, чтобы девушка непременно была бедна, чтобы облагодетельствовать, так сказать, её, а затем наслаждаться полной властью над ней. С другой стороны, находчивый Лужин, чтобы опорочить Родиона в глазах его матери и сестры, и благодаря этому вернуть хорошее отношение Дуни и её согласие на свадьбу, совершает подлый поступок. С якобы благородными целями входит в доверие Сони, подсовывает ей в карман ассигнацию, а затем подло обвиняет девушку в воровстве. Так, давайте подведём некоторые итоги. С начала занятия мы поговорили о двух теориях, звучащих в романе Достоевского. Теория Раскольникова и теория Лужина. Посмотрите на тезисы и подумайте, чьи взгляды здесь отражены. Действительно, это основа мировоззрения Лужина. А теперь давайте задумаемся, не являются ли эти тезисы, эти мысли, в чём-то нам уже знакомыми. И действительно, именно Раскольников утверждал, что Наполеону всё дозволено, и в его страшном поступке, безусловно, присутствовал личный интерес. Раскольников хотел проверить себя. С другой стороны, теория главного героя предполагает и развитие прогресса в широком смысле слова. Лужин тоже об этом размышляет. Однозначно в жизненных взглядах героев есть точки соприкосновения. Почему же Раскольников презирает Лужина? Вероятно, потому что осознаёт сходство лужинских взглядов с собственными идеями. И сознательно или бессознательно, ощущая, насколько отвратительным может быть жизненное воплощение бытового, пошлого, экономического варианта, в своей теории Раскольников ненавидит своего подлого двойника и не хочет сам пасть до присущих ему подлости и низости. В романе звучит ещё один достаточно внятный голос. Один из персонажей однозначно утверждает своё сходство с Раскольниковым. И вы, наверное, догадались, что это Аркадий Иванович Светригайлов. Какую же роль играет этот персонаж? В отличие от Лужина, он не произносит монологов, в которых бы отразилась теория его жизни. И почему же этот персонаж так важен? Почему Раскольников за несколько минут до его признания в убийстве, почему его так поразило известие самоубийства Светригайлова, на первый взгляд, совершенно постороннего для него человека? Давайте обратимся к эпизоду знакомства Раскольникова со Светригайловым. Посмотрим, какие там звучат реплики. Это очень важно. Здесь можно ненадолго поставить видео на паузу, открыть книгу. Этот эпизод разбит. Он начинается в конце третьей части, в конце шестой главы, и продолжается в первой главе четвёртой части. Наша задача задуматься, почему же этот эпизод разбивается. Начало его помещено не просто в предыдущей главе, в предыдущей части. А ведь третья часть очень важна. В ней происходит множество событий, встреча с родными, знакомство с Лужаным, с Порфирием, обвинение мещанина, Раскольников отчуждён от людей. И завершает третью часть второй сон Раскольникова, похожий на явь, в котором он не может убить старуху, и все над ним смеются, и она над ним смеётся. А проснувшись, герой видит Светригайлова. То есть Достоевский размывает границы между двумя эпизодами сном Раскольникова и его знакомством со Светригайловым, человеком о преступлениях, которого Раскольников узнал из письма матери и рассказов Лужина. То есть оказывается, что героев изначально связывает мотив греха, преступления. И вот этот композиционный приём позволяет психологически обосновать странное взаимодействие между незнакомыми людьми, знавшими друг о друге понаслышке, оправдать их странный разговор. Сначала Светригайлов сообщает о цели своего визита и тут же начинает оправдываться по поводу преследования Дуни и смерти Марфы Петровны. Он оправдывает себя. Что ж тут во всём этом в самом деле такого особо преступного с моей стороны? То есть без предрассудков-то, а здравосудие? Светригайлов лукавит. Посмотрите на эту фразу. Изверк ли я сам или жертва? И этот вопрос, эта фраза, тоже вам должна кое-что напомнить. Тварь я дрожащая или право имею. Вы уже догадываетесь, что и тут мы будем искать и найдём какие-то точки соприкосновения в образах двух героев и в их идеях. Ведь по форме эти вопросы напоминают друг друга. Изверк ли я сам или жертва? Говорит Светригайлов. Если жертва, значит, имеет право на сочувствие. Если изверк, то не имеет права на сочувствие. Далее диалог персонажей перетекает в философское русло. Давайте обратимся к видеофрагменту, посмотрим его и попытаемся осмыслить. Осмыслить. Чуть-чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок, органземный и тотчас сказывается возможность другого мира. Чем больше болен, тем соприкосновений с ним больше. Так что, когда умрёт человек, то прям перейдёт в другой мир. Если в будущую жизнь верить, то этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь. А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, а? Это помешанные. Да, он всё представляется вечной, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. А почему же непременно огромное-то? А вдруг там, вместо всего этого, представь себе, будет там одна комнатка. Это вроде деревенской бани, закоптелы. И по всем углам пауки. Вот и вся вечность. Итак, Раскольников говорит, я не верю в будущую жизнь. А Свидригайлов, будущая жизнь, это какая-то жизнь за смертным пределом, где-то там. А Свидригайлов говорит, что для него это нечто вроде комнатки, закоптелы, вроде деревенской бани, а по углам пауки. Вот и вся вечность. И с чем же связана такая странная, болезненная реакция Раскольникова на слова Свидригайлова? Вы явно видели это в фрагменте из фильма. Да, дело в том, что он, образ вечности, воспринимает так же, как Свидригайлов. Вторая часть диалога усиливает ощущение сходства собеседника, их взгляды на общественные отношения тоже имеют точки соприкосновения. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент рассказа Свидригайлова о подстрекательных немках. Это происходит уже в другой части романа, тем не менее. Давайте посмотрим. То есть этот диалог странный как будто продолжается. «Господину отхлеставшему немку глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... Что ж сочувствовать? Но при всем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные немки, что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться». То есть, по сути, Свидригайлов оправдывает насилие. И здесь мы явно видим точки сближения с теорией Раскольникова. А потом Свидригайлов ещё добавляет. Эта точка зрения-то и есть настоящая гуманная. Давайте ещё обратим внимание на любопытные детали. Свидригайлов по оценке Раскольникова на что-то твёрдо решившийся человек. А теперь вспомните описание Раскольникова. Мы очень много обращали на него внимание в самом начале романа. Мы говорили о том, насколько этим героем движет умысел. То есть, получается, что персонажи характеризуются одной и той же лексикой. А теперь посмотрите на точную цитату из романа. О ком речь? То есть, кто произносит вот эти формулы? Единичное злодейство позволительное, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел. Это не Раскольников. Это Свидригайлов. Это Свидригайлов пересказывает очень кратко главную мысль теории Раскольникова, но при всём этом подмечает, что с этой теорией он согласен. Какую же реакцию вызывают у Раскольникова эти аргументы, мысли, так напоминающие его собственные? Конечно, ничего, кроме ненависти и отвращения. Да, Свидригайлов говорит больше, но всё внимание автора в четвёртой части приковано к психологическому состоянию Раскольникова к его реакциям. И давайте обратим внимание на то, чем завершается эпизод. Посмотрите на эту фразу. В масштабе всего романа реплика «Я ведь от вас очень недалеко стою» приобретает символическое значение. То есть главное, что объединяет героев, это способность совершить преступление. Поэтому между ними постоянно происходят какие-то удивительные сближения. Давайте сейчас посмотрим ещё одну видеозапись для размышления. Ну а просто по человечеству не допускаете, что ли? Не помоги я. Ведь с Польщикой то же самое, что с Собьем Семеном случилось бы. А ведь покойница не вошь какая. не какая-нибудь старушонка-проценщица. Что ж теперь лужам жить и мерзости делать, а детям умирать? Почему вы знаете? А Свидригайлове известно, что он был карточным шулером. Он сидел в долговой тюрьме, потом женился по расчёту на женщине, которая его из этой долговой тюрьмы выкупила, то есть спасла. На счету Свидригайлова посмотрите и многие другие преступления, в том числе его подозревают в внезапной и загадочной смерти собственной жены, благодетельницы. То есть перед нами образ самого развращённого и погибшего в пороках человека. Это действительно в прямом смысле слово погибший человек, циник, бестрепетный нравственный калека, считающий, что имеет право пользоваться людьми так, как ему пожелается. И не найдя поддержки ответного чувства у Дуни, которой он уже давно испытывал роковую мучительную страсть, попытался одним махом сделать для людей что-то доброе и обрести в этом смысл, оплатил похороны Катерины Ивановны, обеспечил будущее её детей, облагодетельствовал деньгами Соню и свою несостоявшуюся 15-летнюю невесту. Но это равнодушное добро, подобно тому, как и зло, творимое скептиком, Свидригайловым, хладнокровно приступающим нравственный закон, тоже равнодушное. Он давно поставил себя по ту сторону морали, вне добра и зла, и ни одного шанса на спасение души жизнь ему не оставляет. Дуни не может его полюбить никогда, и Свидригайловым овладевает отчаяние. Он уже совершил все возможные преступления. Нравственный закон над ним не властен, но это уже не важно. Вседозволенность не имеет смысла и не приносит радости и удовлетворения. Свидригайлов мучим призраками своих жертв. Для него остаются только мировая скука и пошлость, отсутствие смысла, полная пустота жизни. Ведь единственный человек, который мог бы его спасти, вернуть к жизни, Дуня презирает и отталкивает его. Равнодушие ко всему, мертвенность души, и все это приводит к закономерному исходу. Роль Свидригайлова в романе заключается в том, чтобы показать борьбу добра и зла в душе Раскольникова, углубить психологическую характеристику героя-идеолога, показать бесперспективность пути человека, живущего по принципу «все дозволено». То есть можно так сказать, что жизненный принцип Свидригайлова это доведенная до абсолюта теория Раскольникова. Давайте подведем итоги. Персонажа, которых принято называть двойниками Раскольникова, демонстрируя свои жизненные принципы и ценности, совершая поступки, дискредитируя теорию главного героя. Философия Лужина это доведенная до крайности теория Раскольникова и ее примитивный приземленный бытовой экономический вариант. Свидригайлов же воплощает идею Раскольникова на глубинном уровне, показывает ее иную крайность и роль героев-двойников очень важна, ведь влияя на внутреннее состояние Раскольникова, эти персонажи постепенно наряду с другими факторами ведут главного героя к отказу от его бесчеловечной теории. На этом мы пока остановимся в размышлениях. Вы их продолжите самостоятельно в вашем распоряжении учебник. В Google классе вам будет предложен различный дополнительный материал для осмысления этой темы, а также домашнее задание в виде интерактивного рабочего листа, обращая внимание, что его выполнение будет ограничено во времени. Так, всем успехов, до новых встреч в эфире. в эфире. Продолжение следует...